500-600 килограмм, да, Нина? Бычки весят 350-400 килограммов, но тоже немало. Ну, по внешнему виду я бы дал больше, потому что такой откормленный, почти пололитражка бежит, причем вооруженный даже рогами. Нет, ногов у бычков нет, я отмечу, но у них очень крепкие головы, они могут и поднуть, и копыток тебя ударить, поэтому здесь все не так просто. Да, не хотел бы я встать на пути такого бычка, который летит на меня. И начинает все самое интересное. Поймай бычка! Поймай бычок бежит на пути, но сажали, если меня еще раз прошу, ехать от деда граждения. Из первой попытки уже закинута лотко ему на шею. Осталось теперь подцепить его ноги, но он решит. Как видите, наши современные операторы-постыки очень приманные. Да, большое животное, большое, но это еще, я так понимаю, не хуйный вес он набрал, еще раз, не расти. Скорого, что они резервы, все-таки нас крутых пастбищат, поэтому у них организм приспособлен к нашим лидерологическим условиям, и, наверное, поэтому они очень резко болеют, но все-таки вакцины следует в качестве профилактики сделать. Как видите, друзья, чтобы животное не болело, лучше делать профилактические средства и не запускать, когда оно уже заболеет. Тем более, сказать оно не сможет вызвать доктора. Нет, у нас все получилось, бычок лежит на земле, теперь можно делать, вы посмотрите, какой он сноровом, сноровом не хочет. Абертинансы очень боенравные. Наверное, он просто боится прививок, как в детском мультфильме про Абекемота, который боялся прививок, но, к сожалению, потом заболел. А всего-то надо было сделать маленький уколчик, и все было бы в порядке. Но наши операторы очень смелые, ребята, у них на поводу не пойдешь, даже если не нравится делать укол, все равно они сделают. Главное, здоровье животное, а это превыше всего. Главное, здоровье животное, здоровье животное, здоровье, 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 Продолжение следует...